На этом стенде, конечно же, размещены не все экспонаты, а только самые интересные и показательные. А так как выставка анонимная, шпаргалки никоим образом не указывают на их разработчиков и владельцев, то от этой презентации студенческой сообразительности и находчивости ни один учащийся не пострадал. Все шпаргалки, говорят организаторы выставки, можно разбить на группы. Ну, например, технически. Вот здесь внутри это пол и наушник. Там внутри спрятана бумажка, то есть ее раскрываешь, вытаскиваешь, и там можно прочитать какую-то формулу. Есть те, что связаны с едой и напитками. Ну, вот, например, там тик-так, а на самом деле, если приглядеться, там тоже формулы написаны. Здесь внутри, получается, под этикеткой, там тоже написано много чего важного для студента. Коронавирус оставил заметный след не только в больничных картах пациентов, но и в деле конспирации шпаргалок, создав естественное и даже обязательное прикрытие для тайных рукописей. То, что у нас с масками, у нас их тоже несколько экземпляров в коллекции, это осталось с коронавирусных времен. Вот в то время студенты очень активно использовали маски. Мы выбрали самый такой интересный экземпляр, то есть там внутри, в каждой гармошке этой маски, вот, есть формулы, и, получается, он их надевал на себя, ну, и там, видимо, выходил в туалет, там, не знаю, и тогда смотрел. И, конечно, в этом деле не обошлось без самых настоящих шпионских штучек, правда, прошлого столетия, таких, как невидимые чернила. Вот такая история. Это написанная прозрачными чернилами, и они видны только при свете. Супер, мне кажется, никто не догадается, что на обычном листе бумаги что-то написано. Это ноу-хау, это здорово. Ради справедливости надо отметить, что шпаргалками пользуются далеко не все студенты. Кому-то лень ими заниматься, кто-то надеется на авось, ну, а кто-то просто уверен в своих знаниях предмета. Шпаргалки можно любить, можно ненавидеть, но они будут всегда. Это обычная часть студенческой жизни. Так или иначе, с помощью шпаргалок некоторые, наоборот, лучше запоминают предмет. Например, когда они пишут, тем самым они больше даже готовятся. Некоторые, ну, всякое бывает, не подготовились, и действительно, эта шпаргалка могла сохранить стипендию или сохранить каникулы, например, человеку. Так что в следующем году, скорее всего, эту экспозицию пополнят новые экспонаты. Одно достоверно неизвестно, насколько тщательно изучают устройства этих студенческих шпаргалок преподаватели вуза при подготовке к сессии.